Приобщить к делу в качестве вещественных доказательствах обращение требования номер 315 прокуратуры из требования всех обращений, обращение и требования номер 316 прокуратуры из требования выписки, искусств и материалов проверки. Приобщено полностью, в полном объеме. То есть данное ходатайство требования удовлетворяется судом. Я правильно понял? Если вы сегодня заявляете ходатайство в дополнительном приобщении данного документа, то суд в основании дополнительно админировать документы и не усматривать. Если вы удовлетворились тем, что оно есть в материале дела, то значит нет никакого ходатайства у вас на сегодняшний день по приобщению документов? Нет, оно есть, но оно уже не имеет смысла. Что еще? Еще. Ходатайство требований номер 18, обостребований доказательств. 19.11.2019 года в 14.15 здание Фургусского городского суда в кабинете 426 прошло первое судебное заседание по делу номер 2А-9476-2019, другой номер М-9301-2019 по иску от заявителя к ответчику прокурора города Фургус Барин ЛА и к соответчику прокурора округа Хмава Югра Батвинкин ЕБ с требованием признать их действиями незаконными. Прокурор города Фургус Барин ЛА на заседание не явился. Также не явился его представитель. Со слов председательствующего судья Шестабитов ОВ, ответчик извещен надлежащим образом. Причина явки неизвестна. 22.11.2019 заявители у известно массовой информации стало известно, что в сети интернет на сайте СИТВ.ру, на сайте СМИ Сургутинформ.ТВ размещена статья и видео под названием «Недоволен ответом». «Недоволен ответом. Живорожденный Сургутянин подал суд на прокурора. Автор видео Леби Гамария. В данном видео и статье указывается, что на этой неделе должно было состояться первое заседание, где ответчиком выступает прокурор города. Правда, Леонид Барин не пришел. Официально по уважительной причине». Заявитель расценивает неявку ответчика и его представителей, как неуважительную в суду и умышленное затягивание процесса. 23.11.2019 заявитель направил по электронной почте. Далее перечисляются адреса СИТВ, порядка 15 штук. Обращение требований в адрес ЗАО Сургутинформ.ТВ посредством сервиса интернет-приемной прокуратуры города Сургут, прокуратуры Хмал-Вибрык и дегенеральной прокуратуры номер регистрации 249-8367. Обращение требований с требованием сообщить причину неявки с приложением соответствующих документов, заверенных надлежащим образом. До настоящего момента не предоставлен ни один документ о причине неявки ответчика прокурора города Сургут Барин-ЛА в суд. На основании сложного руководствуясь действующим законодательством и принимая во внимание, что данная информация имеет существенное значение для принятия дальнейших решений по делу. Заявитель просит и требует обязать ЗАО Сургутинформ.ТВ сообщить источник информации по официальной причине неявки ответчика прокурора города Сургут Барин-ЛА в суд 19 ноября 2019 года. Обязать ЗАО Сургутинформ.ТВ сообщить официальной причине неявки ответчика прокурора города Сургут Барин-ЛА в суд 19 ноября 2019 года с приложением соответствующих документов, заверенных надлежащим образом. Обязать ответчика прокурора города Сургут Барин-ЛА сообщить суду и исцу информацию о причине неявки в суд и предоставить суду документы, подтверждающие уважительную причину неявки, заверенную надлежащим образом. Приобщить данные документы к материалам дела в качестве письменных и вещественных доказательств. Приложение обращения требования Сургутинфон ТВ 23.11.11 в стремлении сообщить причину неяркости приложения соответствующих документов, заведенных надлежащим образом на двух страницах. 2. Обращение требования 23.11.2019. Номер 318. Прокуратуру Годосбуд, прокуратуру КМАО и Генеральную прокуратуру с требованием сообщить причину неяркости предложения соответствующих документов, заявленных надлежащим образом на двух страницах. 3. Обращение требования 18. Подано через ГАЗ правосудия. Номер регистрации 86.РС.304.115.25.033. Податайство требования на трех страницах. Приложение на четырех. Всего семь страниц. Прокуратуру Годосбуд, прокуратуру Годосбуд. 3. Обращение требования. 3. Обращение требования. 3. Обращение требования. 4. Обращение требования. государственного государства поступило зарегистрировано 28 февраля 2020 года по заявленному ходатайству есть желание высказать со стороны прокуратуры истуна не обязана докладывать почему не явился и по какой причине ответчик решение о том что необходимы ли это эти сведения для суда я думаю что власти вышли ну и еще раз замечание да не требую я прошу во-первых ирина петровна немножко неправильно говорить по поводу того что это мы и требовали что мне нужно сообщать причину неявки не только мне а всем участникам процесса в том числе и суду необходимо знать причине потому что у меня есть противоречивые сведения со стороны шестобитова что причины неизвестны и со стороны свободной фронтов и официальной сми что причины не уважительно где правка нужно разобраться потому что опять же данные сведения можно положить в основу отношения к словам валена и его представителей вас в том числе как критические то есть вален всячески пытается уклониться от явки в суд затягивает процесс я хочу именно доказать вот этим истребованием данное доказательство что вален умышленно затягивает процесс и уклоняется от правосудия и нарушает мое право на защиту по заявленному ходатайству суд на месте определяет отказать удовлетворение истребования информации у зао сургут информ тв относительно событий происходящие в маске на 5-15 года поскольку отношения к существу скоро на сегодняшний день данной информации не имеет в части обязания прокурора ввода сургута валена сообщить сведения о причине неявки тут суд выполняет радость поиска поскольку судом не признавалось обязательное участие данного отвеччика в судебном заседании и сургут достаточно сведения о том что отвечать извещен разбирательстве дела участвовать не участвовать в нем это выбор отвеччика не является обязательно у у нас участие всего закона во всех случаях еще ходатайства в документах материалов дела присутствует документ подтверждающий уважительные причины не явки больных я могу с ним ознакомиться такого документа нет ну и закона не предполагается обязательное предоставление такого документа в случае извещения ответчика о судебном заседании так я хотел бы сверить свое ходатайство с тем ходатайством который причину ходил в дом номер восемнадцать и 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 сегодняшние обращения то есть вы его отклонили да по поводу вызова то есть не вызова прокурора а сообщения на суду об улучшительных причинах подопрестован а и 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 Согласно пункту 1.7, номер 45, приказ о Генеральной прокуратуре РФ, ответственность за объективное всестороннее и своевременное разрешение обращения, возлагается на руководителя органов прокуратуры РФ. РФ, заявитель направил обращение требования посредством средств сервиса интернет-приемной прокуратуры города Суркут, прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры номер регистрации 249.84.20, обращение требования с требованием предоставить документы по распределению должностных полномочий, обязанностей и должностная инструкция с приложением соответствующих документов, заверенным на убежащем области, на прокурору города Суркут Балина и Лай, на прокурору округа РФ, РФ, заявитель направил обращение по распределению должностных полномочий и обязанностей, скобка, должностная инструкция с приложением соответствующих документов, заявленных на убежащем области, принадлежащим образом, на прокурору города Суркут Балина и Лай и на прокурору округа Мауни-Граба-Клинкина, ДПФ, приобщить данные документы к материалам дела в качестве письменных доказательств. Приложение обращения требования 24.11.2019 и святящий номер 319 к прокуратуру города Суркут, прокуратуру Хмавы и Генеральной прокуратуры. С требованием предоставить документы по распределению должностных полномочий, обязанностей, скобка, должностная инструкция с приложением соответствующих документов, заявленных на убежащем области, на нашу страницу. Так, ну вот, за что тут делаю? Нету смысла, смысл поможет. 19. Ходотайство требования номер 15, зарегистрировано через ГАЗ правосудие, номер 86 РС 304, 115 20, 5028. Ходотайство требования на двух страницах, приложение на двух всего четыре. По заявленному ходатайству, мнение? Суд подавства, указать деятельность органов прокуратуры и приведет с федеральным законом, распределение обязанностей прокуратуры города Суркутов предметов иска не относит. Суд на месте определяет удовлетворение заявленных ходатайства отказать. Личность, личность участвующих в деле, суд подуставил по представленным документам и иных каких-то сведений, необходимых для цели рассмотрения заявленных требований. В части распределения полномочия, насколько все должностные суды находят в основании, в принципе, играет. Еще куда-то стеклостец. Возрождая протестую, вы нарушаете мое право на защиту. Требует внести эти слова в протокол. Данная инструкция имеет прямое отношение к разрешению дела, так как регламентирует, что имеет право делать прокуроры, что они должны и что они обязаны. Через доступ к данным инструкциям можно сразу определить, какие свои обязательства перед обществом нарушил прокурор, а какие нет, и где конкретно он нарушил исполнение закона. Согласно должностной инструкции, должно быть прописано, что он должен соблюдать и чем руководствоваться. С личным мнением или действующим законодательством. Так, за ходатайство требования номер 20, обостревывание заказательств. Опять о том же, что прокурор не явился на первых заседаниях со слов председательствующего судей Шестобитва в качестве представителя ответчика со стороны прокурора округа Батвинкина и Б. явилась Уширяева и Инна Петровна по доверенности. Согласно части 1 ст. 58 Касвера, суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле, их представителей. Согласно части 2 ст. 58 Касвера, суд решает вопрос о признании полномочия лиц, участвующих в деле, их представителей и допуске их к участию в судебном заседании на основании следственных документов, предъявленных в суду указанными лицами. При этом Шестобитов не удовлетворил и не установил ни личность, ни должность, ни полномочия неустановленного лица в форме, похожей на форму саженницы прокуратуры. Неустановленное лицо не определило в суду ни одного документа, ни паспорта, ни удостоверения, ни доверенности, подтверждающих личность, статус, должность и полномочия представителя. Согласно части 1 ст. 57 Касвера, полномочия за годы представителей подтверждаются предоставленными ими суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия. В ходе судебного заседания неустановленное лицо в форме, похожей на форму сотрудничества прокуратуры, не предъявило ни одного документа. При этом заведующий лично требовал у неустановленного лица представиться. Неустановленное лицо отказалось представляться и предоставить заявителю какие-либо документы. Согласно части 1 ст. 55 КСРФ представителям судьи по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или подпечительством и имеющие высшее юридическое образование либо учетную степень по юридической специальности. Согласно части 3 ст. 55 КСРФ адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус адвоката в соответствии с федеральным законом и их полномочиями, а иные представители. Документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их полномочия. Согласно части 3 ст. 58 КСРФ документы, подтверждающие полномочиями представителей или их копии при необходимости приобщаются к материалам административного дела, либо сведения о них заносятся в протокол судебного заседания. 25.11.2019.15.48. Заявительные на правила обращения требования посредством сервиса интернет-феремной прокуратуры города Сругут, прокуратуры КМАУ и Генеральной прокуратуры. Номер регистрации 25.0.80. Обращение требования с требованием предоставить документы, подтверждающие личность, дееспособность, должность и полномочия представителя и ответчика прокуратуры КМАУ. До настоящего момента не предоставлен ни один документ по данному обращению требования. На основании вложенного руководства с действующим законодательством мы принимаем во внимание, что данная информация имеет существенное значение для принятия дальнейших решений по делу. Заявитель просит и требует, истебует из прокуратуры города Сругут и из прокуратуры в округах КМАУ Дюбра документы, подтверждающие личность, статус, дееспособность, должность и полномочия представителя соответчика прокуратуры КМАУ с приложением соответствующих документов, заведенных надлежащим образом. Пункт А. Копии документов, подтверждающие личность. Б. Копии документов, подтверждающих статус. С. Копии документов об образовании. Д. Копии документов, подтверждающих наличие высшего юридического образования, либо ученую степень по юридической специальности. Е. Копии документов, подтверждающих полномочия. Ф. Копии документов, подтверждающих дееспособность. Ж. Кобия документов, подтверждающих, что представитель не состоит под опекой или попечительством. Пункт 2. Приобщить данные документы к материалам дела в качестве письменных и общественных доказательств. Приложение. Номер 1. Обращение требования от 25-го 11-го 2019-го, исходящей 321 прокуратуры города Сургут, прокуратура Хмала-Югра и Генеральная прокуратура с требованием предоставить документы на трех страницах. И номер 2. Это видеозаписи на аудиопротокол судебного заседания 19-го 11-го 2019-го, доступно в сети интернет, по ссылке на ютубе. Данное податайское требование направлено через систему ГАЗ-Кравосудия, номер регистрации 86-3-0-4-115-20-5-0-34, на четырех листах приложения 3, всего 7 листов. Данное податайское мнение по указательству. Суд. У нас новое судебное рассмотрение. Представитель следующий удостоверился в личности, отвечающий к их полномочию. В этой связи прошел указательство. Данное податайское мнение, что внутри дела есть доверенность, предоставлены копии, верный оригинал, служебного удостоверения. Кроме всего прочего, только суд удостоверяет личность и предоставляет перечень, тот, который указан в податстве документов, ни в коем случае не обязаны, уж тем более листва. Ирина Петровна, вы опять загружаетесь и пытаетесь перевести все, как говорится, ваши долгоды на меня. Не я стребую, а я прошу, прошу, уже прошу и требую суда. Предоставлены на документы. Не все. Документы по образованию, ходить способности. Вы слышали все пункты? Согласно законодательству. Что вы смеетесь? Да не смешно, во-первых. Законодательство. Все, все по закону. В каком законодательстве? Все, все по закону. В каком законодательстве? Я вам только что все нормы зачитал. Вы слушали меня? Нет. В общем, я протестую на высказывание ответчиков и заявляю, что данные документы имеют прямое отношение к разбирательству, так как представители прокуратуры в качестве представителей, доверенных лиц не предоставили суду все документы, подтверждающие их полномочия, статус, дееспособность, ну и так далее. Я это рассказывал. И тем более, что я не видел этих документов. Я до сих пор не ознакомлен с материалом, не делал. Я вообще не понимаю. Вот любой человек может прийти, одеть форму, сказать, я представитель прокуратуры. Я все свои документы показал. Они, кстати, вот тоже паспорт мне не предоставили. Как, с чего вы взяли, что это именно они? Вот удостоверение можно изготовить, а там, не знаю, купить где-то, или еще что-то как-то сделать. Согласно российскому законодательству, личностью удостоверяют только паспорт. Вы у них ни паспорт не спросили, ни документы о дееспособности, ни документы об образовании. Может, у них образования нет, откуда вы знаете? Вы в одной школе учились, вы как? Или с детства вы росли? Естественно, вы снова забываетесь, наверное, где находитесь. К суду вам как было договорено обращаться? Ну, в общем, я высказал. Прошу и требую рассмотреть данных результатов по существу. Суд на месте определяет удостоверение заявленного податства отказать. Личность, лиц, не видишься со стороны прокуратуры, представители удостоверены, судом проверено. Служебы удостоверения предъявлены. Сама по себе, нахождение на службе в прокуратуре предполагает, что у данных лиц имеется высшее юридическое образование. Поскольку, в соответствии с законом в прокуратуре, только лица, имеющие высшее юридическое образование, могут данные лиц службы отправлять. Иные документы, которые сторона ИСЦА желала бы получить, они не соответствуются с требователями Кодекса административного производства в качестве обязательных документов, которые должны предоставляться суду для цели рассмотрения исковых заявлений. Возражаю я то, что зачитал норму права, где сказано, что документы о своем образовании, они документы об образовании не предоставили. И также документы, повторяющие полномочия. Часть 3, статья 50 лет КСРФ. И это иные представители. Эти документы не были предоставлены, поэтому я возражаю. Вы нарушаете мою право на защиту. И опять заявляю, что вы призят относитесь к рассмотрению дела. Еще податасы, если у вас есть? По датасу требования номер 21, производстве Сургутского суда находится дело 25.11.2019.21.45 заявителем в адрес председателя Сургутского городского суда номер регистрации 86.RS.304.919.40358 председателя районного суда ХМАО в номер регистрации 86.RS.301-900-19.4041 и в поэлификационный коллегию судьи ХМАО была направлена жалоба на действия председателя Сургутского городского суда Кузнецова Г.А. с требованием привлечь его к ответственности, предусмотренной действующим законодательством. За рассмотрение 6-ти кадатас заявителя, как простые обращения в порядке 59 ФЗ. И за направление данных кадатас требований в суде 6-битов ОВ. Заявитель считает данные действия Кузнецова противоправными, так как нарушается право заявителя на защиту и направленное на умышленное затягивание процесса. До настоящего момента заявитель не получил ответа по данному обращению. Принимая во внимание, что данной информацией подлежит проверке, имея существенное значение для правильного и объективного разрешения дела, в руководстве с действующим законодательством заявитель просит и требует, и у председателя Сугузского горского суда Кузнецова ГРА и из канцелярии Сугузского горского суда 6 кадатас требований заявителя от 5 ноября 2012 года, входящий номер 601 181 601 74 601 76 601 78 601 72 601 69 и рассмотреть их в ходе судебного заседания. Приобщить данные 6 кадатас требований по реалам дела в качестве письменных доказательств. Приобщить данные кадатас требования с приложением к материалам дела в качестве письменных доказательств. Приложение в жалобе на неправильные действия председателя Сугузского горского суда от 25.11.2019 исходящий номер 320 на 10 страницах. Данное кадатас требования было зарегистрировано в ГАЗК правосудие, передано судья Чех, номер регистрации 86 РС 304-115-20-50029 на двух страницах, предложение 10 страниц, всего 12 страниц. Суд на месте определяет отказательное заявленное податство, не соотносится информация, которую просит листец, и следует с вопросом предмета по административной медицине. Еще кадатас есть административной медицине? Да, еще одно. Возражаю, протестую и понарушайте мое право на защиту. Данное кадатас имеют прямое отношение к делу. Мне необходимо удостовериться, что предыдущие мои кадатасы были приучены к материалам дела. Входящие номера я назвал. В данный момент прошу проверить материалы дела на наличие данных кадатасов в материалах дела. Стоит мне вообще подавать заново их или они учитываются? Все материалы находятся? То, что вы подавали официально через систему ГАЗПРОС, где еще 10 гривенов находится в материалах дела? Через ГАЗПРОС, где да? Вот я от Кузнецова подавал 6 номеров через канцелярию. На входящий номер я сообщил, что их можно проверить? Они были приобщены? В качестве копии приобщили к своему ходатайству данное обращение. Все 6 проверить можно? Да, провериться. Так, 99, 90. Вот таково. Мне присутствует номера, если будет 601, 801, 601. Да, наверное, 601 начинается. Отметка должна стоять и в канцелярии, что и номер, входящий в 60-й документ. Нет, это приложение, то, что это зарегистрировано. А сами приложения, сами ходатайства не приобщены. Это первые страницы самих ходатайств. Вот я тут здесь тоже самое приложил. Это только первые страницы самих ходатайств. А они должны быть полностью приобщены. Вот видите, тут только одна первая страница. А они должны быть в материалах дела присутствовать полностью. Но вы в целом виде их полностью подавали? Либо первые страницы прилагали? Не уверен. Не надо проверить. Проверить. Вот такая живая печать должна быть синяя. То есть не копия, а вот как здесь. Вот так вот. Что-то один номер должен быть написан. По вопросу и требования данных документов вам отказано. Еще податься там. Возражаю, предстою и вы нарушаете на правом защиту. Требуете слова внести к протоколу. Ходатайство требования номер 13. Об отложении судебного разбирательства. Так, в производстве Сургусского городского суда находится административное дело. Ну и уже тут мы. Так, по главе 22 КСРФ в отношении прокуратуры города Сургус, ответчик прокуратура Хмао-Ебре. В соответствии с требованиями, пункт 5, часть 1, 45 КСРФ лично участвующий в деле имеет право заявлять в результате, в том числе об отстребовании доказательств, находящихся с протоколом судебного заседания, с результатами аудио-и или видеопротоколирования в ходе судебного заседания или, если такое протоколирование осуществлялось, и предоставляет письменное значение, замечание протоколов и в отношении результатов аудио-и или видеопротоколирования. В связи с необходимостью подготовки новых административных требований и заявлений в письменной форме, а также с необходимостью ознакомления с материалами дела, 4 тома, руководствуясь статьей 152 КСРФ действующим законодательством, заявитель просит и требует отложить судебное заседание на срок как минимум 2 недели. Дату ростусти подаю в письменном виде. Судья лично ростусти. Судья, наше усмотрение, прокуратура будет положить, что ли? Суд на месте определяет учетом сроков, ограниченных рассмотрения дела административного. В течение месяца должно быть рассмотрено в соответствии с действующим законодательством и доводами, которые привели в основу адаптства об отложении судебного взбирательства, это ознакомление с материалами дела, подготовки дополнительных ходов, то есть не находят оснований для отложения судебного взбирательства, то есть время у вас для ознакомления с материалами дела имелось, мы уже ранее участвовали в судебном заседании, большая часть документов, если не все, составляют основу данного дела, это вами представленные документы, поэтому основания для отложения судебного взбирательства суд на ходе. Возражаю, председую, я до сих пор не знаком с материалами дела и вести дело, с которым я не знаком, что приобщено, что не приобщено, не нужно разобраться. Тем более, возможно, были какие-то истребованные, мы выяснили, что некоторые ходатайства мои были удовлетворены, и, соответственно, в материалах дела присутствует информация, с которой я не был знаком. У меня есть все доказательства, я их готов предоставить на следующем судебном заседании, что мне не была предоставлена возможность трижды ознакомиться с материалами дела. Я впервые вижу у вас на столе сегодня материалы дела по своему делу, поэтому я требую отложить судебное заседание ввиду того, что у меня нет просто возможности, я не знаю предмет разбирательства, о чем внести речь, потому что какие-то доказательства, возможно, есть, какие-то нет, мне нужно знать, что есть, что нет. Суд ваше действие, административный истец, расценивает как нарушающие процедуру судебного заседания, поскольку вами инициировано было данное исковое заявление, и почему вы совершаете такие действия по поводу такого явного затягивания рассмотрения, вашего искрения со всеми судом понятности? Скажите, вы не желаете рассматривать? Я желаю, но мне для того, чтобы рассматривать, нужно подготовить, во-первых, многое ходатайство, потому что я сегодня выяснил, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять ходатайств из девятнадцати, то есть больше половины, вы их распланили. Соответственно, мне нужно подготовить новые ходатайства, в том числе о вашем отводе, ввиду вашей личной заинтересованности рассмотрения дела. И вы сейчас высказали, что я затягиваю процесс. Это не соответствует действительности. Я готов пойти на вступки и сейчас написать новое ходатайство об отложении судебного заседания хотя бы на два дня. Примите, пожалуйста, податайство и выслушайте. Ну, вы в качестве довода сообщили, что дело должно быть рассмотрено в течение месяца. Я в своем ходатайстве попросил истребовал две недели. Вы на подготовку по какой причине вы явились к судебному заседанию? Я вам пояснил, я же вам сообщал. Поясните под видеозапись. Под видеозапись, удовольствием. 28 ноября 2019 года в ходе судебного заседания шестолитов судья незаконно перевел судебное заседание в закрытый режим. И судебный пристав Загидуллин Рустам Татирович подошел сзади к женщину, поднял скамейку вместе с ними и скинул их со скамейки. А от меня судебные приставы требовали выключить телефон и выйти из зала судебного заседания. Хотя я, естественно, данного делал. То есть я пришел к выводу, если я останусь в данном судебном заседании, а дверь обычно закрыта, вот сейчас она открыта, вы разрешили, а шестолитов, возможно, бы не разрешил открыть дверь. И никто бы не узнал, что со мной в этом закрытом кабинете случилось. Тем более приставы велись агрессивно, и у меня были все основания опасаться за свою свободу, здоровье и жизнь. Потому что ранее приставы применяли ко мне физическую силу, необоснованную, незаконную. Мы их действия до сих пор обжалуем, и у меня были все основания, чтобы уйти из данного заседания. То же самое произошло с вашей беседой, которую вы назначили 20-м и 2-го. Я звонил секретарем, мне подтвердили, что на данные беседы пройду только я. И получается, опять устроили провокацию, на которой я должен был с вами закрыться в одном кабинете вместе с двумя приставами, с двумя неизвестными лицами в голубой форме, которые не представляют документы о своем образовании, дееспособности и так далее. Что со мной произойдет, если вдруг со мной что-то произойдет, у меня не будет никаких доказательств, что я никаких противоправных действий не совершал. Вот буквально вчера Антон Луганский, он здесь присутствует, ему повредили руку в судебных действиях. Он пошел один разбираться по поводу на МИР-44-2, это судебные действия в реагномных ворусс. Ему повредили руку, его пришлось ввести в трафтонологию и выяснить, словно ли у него ВК или нет. Я вот таких ситуаций не хочу. Возможность лица у вас была на подготовке? Была, но я опасался за свою жизнь. Была реальная угроза моей жизни, здоровья и здоровья. В соответствии с процедурой разбирательства дела подготовка проводится именно для тех вопросов, чтобы согласовать наличие каких-то иных дополнительных податков. Ознакомление сделано, если вы, возможно, пожелаете, могли бы прийти и ознакомиться на стадии подготовки дела к избирательству. Поэтому на сегодняшний день ваше личное нежелание прийти на подготовку дела к избирательству и заявленное податство в отложение следового свидания, агнать на какую-то дату. Суд расценивает как затягивание рассмотрения вопросов по существу. А неявку Балина вы не рассматриваете, как затягивание? Сторона прокуратуры готова продолжать рассмотрение при отсутствующем прокуроре, поэтому здесь никакого затягивания нет. Затягивание в чем выражается? В том, что я, не ознакомившись с материалами дела, должен рассматривать их прямо сейчас? Ну, это ваша была инициатива, не приходите не знакомиться. А что, я что-то нарушил? Нет. Вы сейчас просите представления вам дополнительного времени, заложения и разбирательства. На суд вам обращает внимание, что ранее вами совершались действия, которые могли повлечь то самое ознакомление с делом, подготовку дополнительных податай, если они вам нужны. А вы сейчас вот... Я ранее подавал письменно ходатайство на ознакомление с материалами дела. Мы приходили сюда, к нам применялась физическая сила, нас не пускали дальше первого этажа, то есть 4 из 5 этажей были закрыты. Это когда приступило? Это было 3 и 9 декабря. Мы лично с деятелями. Тихо. Ну, то есть до того как дела еще вернулось из апелляционной станции? Вы приходили знакомиться с делом? Нет. Я требовал, я писал ходатайство, требовал приобщить все материалы дела через газ правосудия. Так как, опять же, опасаюсь к вам сюда вообще приходить без очевидцев, без своих доверенных. У меня есть все основания, вот судебные пришли, все знают, все видели, как они приняли физическую силу и следовали женщин со скамильем. Я писал писанное ходатайство, я требовал приобщить все материалы дела через газ правосудия, чтобы я в электронном видеом смог ознакомиться. Ответы я доисков не получал. Они приобщены к материалам дела, все ваши обращения через газ правосудия, суд вам в этом вопрос. Ну, так а когда вы меня ознакомите с материалами дела? Я в ходе судебного заседания хочу ознакомиться с материалами дела. Суд обращает внимание, что это все ваши ходатайства. Вы с ними ознакомились, когда формировали их, рана из ЦАД. Поэтому продолжаем рассматривать дело. В отложении высказания справа указано. У вас по ходатайству все? У меня есть вступительная речь. Ну, давайте нагласим, вы и требуем, и вы выступите. Хорошо. Пожалуйста. По искалому заявлению указано, что 14 октября 2019 года на электронный адрес... Игнорировал выполнение требований Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации инструкции. Приводится далее положение Федерального закона 59. 50-я часть первая. Истец указан, что прокурор года судьбы добавим по окону сегнорируют дополнение требований Федерального закона о порядке рассмотрения и обращения граждан Российской Федерации. Далее отсылка снова на пункт третьей инструкции закон о прокуратуре Российской Федерации. Пункт третья инструкций закон о прокуратуре России. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вы же до сих пор с третьего раза спрашиваете о том, где вы находитесь, поэтому суд не удивлен, что вы не нашли. Еще ходатайство есть у вас? Вы десятый раз не отвечаете на все вопросы. Тихо, тихо. Покойно. Сейчас, секунду. Пойте слово. Выступление желания есть? Да, дайте у вас, стец. Есть, сейчас. Уступайте. Секундочку. Тихо, тихо, тихо. По поводу данного податайства, возражаю, протестую, вы нарушаете мое право на защиту, вы меня не ознакомили, не предоставили ни повестку, ни определения. А ссылайтесь на интернет, где, по сути, там, во-первых, нет определения, в газ правосудии от него приложить, выставить на электронный адрес, сейчас ознакомить меня, вы везде мне отказали. То есть вы постоянно нарушаете мое право на защиту. Данные ходатайства вы удовлетворили, хотя определения о удовлетворении не вынесли. В связи с тем, что судья чех позволяет себе высказывать сомнения в моем здоровье, он напрямую, то есть переходит на личности. Не предоставляя ни одного документа, не назначая экспертизы, то есть высказывая свое личное мнение, предвзятое по поводу моего здоровья. Прекрасно знаю, что есть определение суда от 18 декабря 2018 года, о признании протестационным и здоровым человеком, окружной коллеги области. У меня, так, протест я заявил, следующее ходатайство, номер 15. У вас уже было 22 номера ходатайства, а почему-то номер 15 здесь. А что, это запрещено? Нет. Может ли опять что-то затерять? У вас что, 15 номером уже очевидный год, какой-то ходатайство создает? Вы мне не даете... Не отвлекайте, пожалуйста, не затягивайте процесс. Я стараюсь, вы не отвлекаете. Мы видим. Так, номер 15. Податайство требований. Заявление. Адресовано чек ГВ судья Антона Николаевича Булгакова об отходе судьи. В производстве Сургутского городского суда находится дело по главе КАС в отношении прокуратуры города Сургута в соответствии с ответчиком прокуратуры МАУ и ГУЖИ. В соответствии с требованием, так, имею право заявлять, ходатайство, согласно части 2 ст. 146 КАС РФ, председательствующие в судебном заседании, либо суд или учреждение, обеспечивающее путем использования систем видеоконференц-связи, участие в судебном заседании лиц, присутствие которых необходимо для правильного рассмотрения и разрешения административного дела, устанавливает личность каждого явившегося участника судебного журналистов, проверяет полномочия должностных лиц представителей. Так, Чех ГВ не затребовал ни одного документа у Якова представителя прокуратуры, которая представила Ширяева Ирина Петровна, и не предъявила ни паспорта, ни доверенности. Доверенности я не видел. Удостоверение мне это не предоставлено. Согласно части 1 ст. 55 КАС РФ, представителями в суде по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством, не имеющие высшее юридическое образование, либо ученую степень по юридической специальности. Документы об образовании тоже ничего не предоставлены. Также судья Чех ГВ позволил себе высказаться свое личное мнение по поводу моего здоровья. Тем самым проявил свою личную заинтересованность в исходе дела и предвзятость. Согласно части 1 ст. 55 КАС РФ, адвокаты должны предоставить в суду документы, удостоверяющие статус адвоката в соответствии с державами законов, полномочиями и предоставителей документов в своем образовании, а также документы, удостоверяющие полномочиями. Ни один из присутствующих в зале, номер 515, в ходе разбирательства не предъявил, но вот документы от ответчиков. Согласно части 1 ст. 58 КАС РФ, суд обязан проверить полномочия лиц участвующих в деле и их представителей. Согласно части 2 ст. 58 КАС РФ, суд решает вопрос о признании полномочия лиц, участвующих в деле и их представителей, о допуске их к участию в судебном заседании на основании исследований документов, предоставленных в суду указанными лицами. Однако ЧФПВ полностью проигнорировал требования закона и не проверил полномочия ни одного лица, ни одного представителя, участвующего в деле. Согласно части 4 ст. 58 КАС РФ, в случае непредоставления лицом участвующих в деле и его представителям необходимых документов, подтверждения их полномочия или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим новым кодексом и другими федеральными законами, а также в случае нарушения правил представительствия, установленных статьями 54 и 55 настоящего кодекса, суд отказывает признание полномочия соответствующего лица на участие в административном деле, на что указывается в протоколе судебного заседания. Якобы представитель прокуратуры ХМАО Ширяева ИПП не предоставил в суду ни одного документа, тем не менее ЧФПВ не отказал их признать неполномочия, тем самым нарушить требования закона. Согласно части 1 статьи 149 КСРФ, председатель, действующих в судебном заседании, объявляя состав суда, сообщает, кто участвует в судебном заседании в качестве прокурора, промышленника судей, секретаря судебного заседания, председателей Старрова, заинтересованных лиц, эксперта, специалиста, переводчика и разъясняющих лицам, участвующим в деле их право заявлять самотвод и отвод. ЧФПВ полностью проигнорировал требования законодательства и не разъяснил ИСУ его права заявлять самотвод и отвод. Согласно части 1 статьи 149 КСРФ, лица, участвующие в деле, имеют право. И тут 12 комментов. Не все эти 12 пунктов были разъяснены. ЧФПВ разъяснил только несколько прав, имеете право ознакомиться с материалом дела и отжал от решения суда. Тем самым проявил свою некомпетентность и несоответствие занимаемой должности. На вопрос ЧФП права понятны, заявитель ответил, нет, непонятны. Я бы хотел задать уточняющий вопрос по поводу своих прав. На что ЧФП ГВ не дал возможность заявителю уточнить свои права, не разъяснил права и продолжил разбирательство с нарушением требований законодательства. Согласно части 2 статьи 31 КСРФ, судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если имеются иные непредусмотренные частью 1 в настоящей статье обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в его объективности и без пристрастности. У меня возникают большие сомнения по поводу вашей объективности и без пристрастности. Таким образом, ЧФП лично и прямо заинтересован в исходе административного дела, некомпетентен, несоответствующий занимаемой должности и подлежит немедленному отводу. На основании изложенного или просто действующим законодательством заявитель просит, требует и поручает удовлетворить отвод судья Сургутского городского суда ЧФП ГВ, передать данное административное дело в другом суде, приобщить данный документ к материалам дела в качестве письменного доказательства. Дата роспись на 5 листах. Передаю в письменном виде судья ЧФП лично в руки. Требую ввести письменное определение об удовлетворении либо отказе от удовлетворения данного доказательства. С удалением в совершенном документе. Функт для замокоза, введение прокуратуры. По основанию закона для округа не умеется прошел отказать. Суд считает, что в статье 31 закреплены данные основания, как для отвода у судьи. Еще хотелось сразу повторить, что требования блога 5, кодекса административного судопроизводства, не нарушены. Представитель ответчика предоставлена доверенность, она имеется в материалах дела. Мои полномочия удостоверены служебным удостоверением. Ну а в соответствии с законной прокуратурой, мое образование и другие данные, которые необходимы, это только в праве прокуратуры, работодателю установить образование мое, высшее и так далее. Есть ли невыборное удостоверение? Я являюсь свободником как правило удостоверение. Конечно, соответствует земле, мне тоже. Вы не говорите. Представительница, вы здесь, вернее, истец, здесь носковую руку исправляли отвод судей Шостопитову на судью Чеха. Вы же мне не дали время подготовить. Она же участвовала в заседании, когда меня в психошке судили, пытались посадить меня в психошке. Она выступала в стороне прокурора. Диплом не предоставил, справку о дееспособности не предоставил. Господин Чех выносил, даже не убедившись в моем суде, кто ответил. Не господин. Когда полностью... Какой господин? Он ведет себя как господин, вы понимаете? Он ведет себя как господин, смотрите. А все дела ему потом обменялись, и все это по пропуску процессуального срока разваливали. Алло. Привет. Да никак, еще идет. Я заявил отвод, он удалился в эту совещательную комнату. Да, уже третий, но в этот раз письменный. Здорово. Нет, все отклоняет, короче, все ходатайства отклонил, а ходатайства об отложении дела тоже отклонил. То есть хочется им сейчас здесь все рассмотреть. И сейчас я ему третий отвод уже заявил. Первые два устно, а третий вот это, письменно. И приложил к этому, ну прям письменному на стол положил. Ну, скорую руку составил, не знаю, сейчас удалить, нет. Ну, в общем, он первый раз в эту совещательную комнату удалил. Ну, наверное, да. Он мне тут предъявлял, что у меня что-то со здоровьем, раз я с первого раза не понимаю. И еще это, говорил, что я типа затягиваю процесс, потому что не явился на беседу, начал меня обвинять. Что я не явился на беседу и тем самым затягиваю процесс. Ну да, я просто сейчас досижу и все, а там любое решение будем обжаловать. Ну, это, я очень много нарушений насчитал, очень много. Не все ходатайства приобщены, там часть приобщили, часть нет. Но дело выросло, был один том, стало четыре. Но все равно не все приобщили. Ну, сейчас вот я 20 ходатайств заявил, нет, 19, 10 из них были отклонены, то есть большая часть. Ну да, дело растет, дело пошло. Сейчас мне подготовиться надо, давай.